МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу объективного уральской вещательной компании. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о событиях сегодняшнего дня в этом выпуске. Президент России Владимир Путин одобрил создание ТАССР на Среднем и Южном Урале статус территории опережающего развития смогут получить Лесной и Новоуральск. Цифровая трансформация возможностей городов. Тема 6-го инновационного форума в Железногорске среди вопросов модернизации законодательства России, а зато глава Новоуральского округа Александр Баранов о важных тенденциях для города. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом столкновения автомобилей произошло на дороге Новоуральск-Тарасково. 54 тысячи пропусков выдано в отделе режима города. Компания по замене старых на новые документы близится к завершению. Теперь об этих и других темах подробнее. Ждем с нетерпением. Сегодня утром стало известно, президент России Владимир Путин одобрил поправки в федеральный закон о территориях, опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Документ он подписал накануне, тем самым разрешив моногородам получать статус ТАСЭР. В Уральском федеральном округе эти поправки коснутся двух регионов Свердловской и Челябинской областей. На Среднем Урале статус ТАСЭР смогут получить два закрытых города – Новоуральск и Лесной. На Южном Урале – Снежинск, Озерск и Трехгорный, где уже все готово к принятию нового статуса. Отмечу, что создание территории, опережающего социально-экономического развития в закрытых административно-территориальных образованиях на Южном Урале планируют с 2015 года. На данный момент в регионе статус ТАСЭР присвоен бокалу и верхнему Уфалею. В Челябинской области потенциальные резиденты закрытых муниципалитетов готовы реализовать 25 проектов с объемом инвестиций порядка 9,5 миллиардов рублей, что позволит создать дополнительно 1800 рабочих мест и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты. Территории, опережающего развитие, привлекательны для инвесторов пониженными налоговыми ставками и льготами при подключении к инфраструктуре. И в продолжение темы закрытых городов в начале декабря в Железногорске состоялся шестой инновационный форум. Основная тема – цифровая трансформация возможностей городов. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, академических институтов, промышленных компаний и инвесторы. В рамках форума состоялся важный для Новоуральска круглый стол со всеми главами закрытых городов России и депутатами Государственной Думы по вопросу модернизации законодательства АЗАТО. Тему продолжит Мария Антонова. Инновационный форум – ежегодная площадка для обсуждения идей и проектов бизнеса, власти, институтов развития, предпринимателей и молодежных сообществ. Они обсуждают вопросы федеральной повестки технологического развития страны в различных сферах экономики. Организаторы – администрация Красноярского края и Железногорска, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», инновационный кластер «Технополис Енисей» при участии в фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад». Участники – порядка 400 человек. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, вузов, инвесторов, промышленных компаний и некоммерческих организаций. В этом году в рамках форума состоялся важный для нашего Атомграда круглый стол со всеми главами закрытых городов России и депутатами Государственной Думы по вопросу модернизации законодательства о ЗАТО. Действительно, все уже приходят к выводу о том, что закон о ЗАТО нужно модернизировать, нужно как-то разделить города ЗАТО Минобороны и города ЗАТО Росатома. Потому что действительно, по самой сути, это принципиально разные города ЗАТО. И, соответственно, в связи с этим разделением необходимо как-то определиться и с мерами государственной поддержки и городов Минобороны, и городов Росатома. Потому что сегодня мы получаем просто дотацию из федерального бюджета и те города получают дотацию из федерального бюджета. Но четкой государственной политики по поддержке зато сегодня не определено. Второй круглый стол, который был для нас особо интересен, это круглый стол, который проходил с участием частного учреждения Атомтор и управляющей компанией с таким же названием Атомтор. Это люди, которые занимаются продвижением нашей заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития у нас в городе. И вот с их слов, где-то 15 декабря наша заявка в полном объеме должна пойти уже на стол премьер-министру Медведеву Дмитрию Анатольевичу для подписания. Потому что были там проблемы с Министерством финансов Российской Федерации, который ставит условия о возмещении выпадающих доходов во внебюджетные фонды. Потому что на территории ТСР льготный налоговый режим и там существенно снижены взносы страховые фонды. И вот Минфин неожиданно поставил вопрос о возмещении вот этих выпадающих доходов. При подписании предыдущих постановлений о создании ТСР такой вопрос Минфин не ставил. Основной темой форума стала цифровая трансформация возможностей городов. Вызовы новой эпохи требуют внедрения инноваций в городской среде. Энергоэффективные дома, цифровая экономика и медицина, автоматическая система безопасности. Участникам представили около 60 проектов от 18 российских и зарубежных компаний в области цифровых технологий. Это то, что называют умный город. Тематика вызвала необычайный интерес, особенно у представителей небольших муниципалитетов. Она началась, эта дискуссия большая, с такого, скажем, провокационного выступления руководителя Ленги Прогора, который заявил, что общий мировой тренд идет сегодня на создание крупных агломераций. И что в России у нас, возможно, останется всего 16 крупных агломераций, которые как пылесосы засосут в себя все население нашей страны. После этого такого провокационного выступления началась такая бурная дискуссия, действительно, а что будет с малыми городами, как им развиваться. И выступления были довольно интересные, довольно яркие. Это общий мировой тренд, действительно, значит, города растут, крупные города, они более привлекательны для жителей страны. Но нам-то надо тоже жить сегодня, и мы хотим сегодня жить, и жить тоже хорошо. Новоуральск уже делает первые шаги на пути цифровой экономики. В частности, в городе внедрена система «Безопасный город». Разрабатывается и общая концепция «Умный город». Главы закрытых городов страны выразили общую надежду, что по итогам 6-го Железногорского форума будут внесены изменения и в федеральный закон о ЗАТО. Мария Антонова, Дмитрий Орлов, Новоуральская вещательная компания. О тревожных темах. Два человека погибли на дорогах Свердловской области за минувшие несколько дней. Одно из кровавых ДТП произошло в Новоуральском округе. 4 декабря 2017 года на 5-м километре автодороги на Уральской лане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. В ходе выезда на место ДТП было установлено, что водитель автомобиля АК, двигаясь со стороны города Новоуральска в сторону деревни Тарасково, неверно выбрал скорость движения, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Рено. В результате ДТП автомобили получили значительные механические повреждения. Водитель автомобиля Рено не пострадал, медицинской помощи не нуждается, однако водитель автомобиля АК получил множественные переломы и в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу. Впоследствии в городской больнице от полученных травм водитель автомобиля АК скончался. В связи с изменением погодных условий прошу жителей города выбирать безопасную скорость движения, также учитывая те дорожные условия, при которых они двигаются как по улицам города, так и в ненаселенных пунктах. В Новоуральске подходит к концу кампания по замене зональных пропусков. Она продлится до конца декабря. Из 60 тысяч запланированных к выдаче документов 54 тысячи уже получено новоуральцами. И это отличный результат всей проделанной работы. Об этом говорили на прошедшей вчера пресс-конференции для средств массовой информации. О ходе проведения кампании и ее особенностях расскажет Альбина Бабкова. Стабильность и безопасность – это основа всей кампании по замене пропусков в Новоуральске. Старый пропуск был уязвим для подделки, что и случалось достаточно часто. А вот с новым – это практически исключено. Плюс удобство хранения и досмотра. К концу кампании пропуск поменяли 54 тысячи горожан из 60 тысяч запланированных. Более 56 коллективов сделали это централизованно через своих уполномоченных. Спасибо всему населению города. Спасибо руководителям организации, которые приняли участие в части замены, централизованной замены. Спасибо нашим пенсионерам. И я туда ходил, обязательно разъяснял, в плане того, что не то, что это важно, а если есть желание, то, пожалуйста, и пенсионеры могут поучаствовать в этом проекте и поменять эти пропуска. Я считаю, что мы выполнили эту кампанию на самом деле благодаря, опять же еще хочу сказать, благодаря активности населения. Спасибо им большое, всему населению. Спасибо руководителям организации, что они действительно пошли централизованно по этому пути. Ну и помогли нам, как отделу режима, или так сейчас это служба 2 называется, служба безопасности, для того, чтобы работники городской группы атомоохраны без всяких, скажем, сложностей могли сделать эту замену. Основная кампания по замене пропусков в городе завершится в конце декабря. До 31 января уже нового года будет проходить разъяснительная работа среди населения, а затем пропуск можно будет поменять только на платной основе, а горожан со старыми пропусками будут задерживать для составления протокола. Те жители, которые не успели, по каким-то причинам, конечно, их будут задерживать, составлять соответствующий протокол, разъяснять, что они вправе подойти все-таки и поменять этот пропуск. Он также будет, замена его бесплатная, но на момент свободного перемещения ему придется оформить временный пропуск. Там придется заплатить, наверное, эти деньги для того, чтобы ему получить этот временный пропуск. Подробнее о прошедшей для средств массовой информации пресс-конференции расскажем в наших следующих эфирах. Следите за анонсами. Альбина Бабкова, Николай Ларионов, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Прописные истины об опасности огня новоуральские малыши знают. В рамках интеллектуального проекта «Огняна» на базе станции юных техников состоялся муниципальный конкурс творчества по пожарной безопасности среди учащихся начальных классов. Интерес к проекту проявили более 100 школьников. Об итогах конкурса и полученных наградах расскажет Виктор Малышев. Этот конкурс традиционный. Его совместно проводят Управление защиты от чрезвычайных ситуаций, Специальное управление номер 5 Федеральной противопожарной службы МЧС России и Станция юных техников. Работ было очень много. Даже пришлось комиссии жюри выделить отдельные номинации для понравившихся работ и также поделить между участниками, допустим, назначить не одно первое место, а два первых места. Также, значит, победители этого конкурса будут принимать участие в аналогичном творческом конкурсе, но уже в рамках Свердловской области. На участие было подано около ста заявок. Большое количество рисунков и поделок, в которых ребята отразили свои знания по технике безопасности и правилам поведения на пожаре, были представлены на суд жюри конкурса. Разнообразие детских работ поражает. Среди них была, к примеру, настольная игра по правилам пожарной безопасности. Как признались школьники, они получили массу положительных эмоций, готовясь к конкурсу. Мы рисовали на конкурс по пожарной безопасности. Я нарисовала работу, как мальчик сидит под столом, а на столе пожар, и как бы двое пожарных тушат. Мне было очень интересно, я смогла вспомнить все правила при пожаре. Я хотела показать, как пожарные спасают детей с пожара. Я лепила пластилином. Я лепила дом, который в огне. Пришли пожарники, они потушили. Помимо того, что ребята подготовили интересные работы, они также вспомнили и правила поведения в случае пожара. Если ты заметил пожар, то нужно или взрослым сказать, или своим родителям, ну или вообще тем людям, взрослым, которые рядом с тобой находятся, чтобы они позвонили в пожарную часть и вызвали пожарную. Для начала скажу взрослым, а потом позвоню, чтобы они взрослые, или я позвонила на номер 112. Этот конкурс стал одним из завершающих в этом году. Все его участники получили дипломы, грамоты и подарки. Но уже в ближайшем будущем юных новоуральцев ждут новые, интересные, а главное, познавательные мероприятия, где они смогут показать все свои знания по пожарной безопасности. Хотелось бы еще сказать, что в марте в месяце, также в рамках муниципального проекта «Огня» нам будет проводиться конкурс детских рисунков, детского творчества, также на противопожарную тематику. Будет называться он «С пожарной безопасностью на ты». И мы бы хотели пригласить все детские садики и принять активное участие в данном конкурсе. С детства научить ребенка простым правилам поведения в опасной ситуации значит обеспечить его безопасность. А обучение в игровой или творческой форме сделает этот процесс еще более интересным и увлекательным. Виктор Малышев, Дмитрий Орлов, Новоуральская вещательная компания. Великое Азовское сидение под таким названием в публичной библиотеке Новоуральска прошел «Казачий КВН». Юные представители казачества соревновались в знаниях русской истории, традиций и обычаев нашей страны. Игра КВН по истории российского государства с 16 века, а именно той страницы, когда казаки взяли и долгое время удерживали город Азов, стала одним из пунктов большой программы для патриотического воспитания молодежи. Невьянское казачество в гостях у Новоуральска. Встречи в администрацию, округа с общественниками и, конечно же, с детьми. По словам заместителя атаманной сетской линии по патриотическому воспитанию Владимира Щукина, встречи в Новоуральске, где казачество возрождено и активно работает, станут регулярными. На сегодняшний момент уже выработан план взаимодействия четырех городов. Это город Невьянск, Кировград, Верхний Тагил и Новоуральск. Вот этого куста, я думаю, что следующий год будет у нас очень плодотворный по мероприятиям, а в целом все это казаки нашего отдела. В один день сообщество казаков провело несколько масштабных мероприятий в городе. Помимо детской игры КВН, конкурс чтецов и награждение победителей конкурса рисунков. А самое главное, новая страница в проекте «Широка страна, моя родная». Казаки открыли для себя Хабаровский край. Культура казачья настолько сильна, что даже большевистские репрессии не уничтожили ее, Хотя казачество считается, что до нуля было, в общем-то, качественно зачищено, но все равно вот с Божьей помощью мы возрождаемся. Ну а патриотизм это просто уже потребность сегодняшнего дня. Мы видим, что этого не хватает, и это главное, наверное, что казак может передать молодому поколению любовь к Родине. Действительно, казачья культура, тесно связанная с православием, основанная на патриотизме и служении Отечеству, активно вливается и в современную жизнь. Замечательно, что к этой культуре привлекаются все больше молодых людей, которые с детства учатся не только держаться в седле, управляться с шашкой, но и быть готовыми в любой момент встать на защиту Родины. Альвина Бабкова, Дмитрий Орлов, Новоурайская вещательная компания. От юных живописцев более 50 выставок различных мастеров представлено ежегодно в стенах детской художественной школы Новоуральска. На днях 55 городов страны представили свое творчество в рамках Всероссийского открытого биеннале фестиваля «Уралграфа». Рассказывает Ульяна Скрыгина. Где найти вдохновение, поучиться новым графическим приемом и просто получить эстетическое удовольствие? Все это можно отыскать в выставочном зале художественной школы. Кроме того, на открытии своим опытом делились представители основных направлений изобразительного искусства. Везли все-таки более сложившихся уже мастеров, которые профессионально могут полезны всем, ну и педагогам тоже, чтобы что-то там, вдруг они что-то увидят и начнут передавать детям какой-то опыт дополнительный. То есть мы такая полуобразовательная цель, не только одна культура, да, вот просто изобразительного искусства, а в целом, чтобы это было полезно для школы еще. В рамках фестиваля задействованы несколько площадок области. В Новоуральске собраны работы номинации и традиционные техники графики. Экскурсию для зрителей провела Галина Шарко, преподаватель училища имени Шадра. Общение с настоящим профессионалом, бесценный опыт для выпускников и всех, кто хочет связать свою жизнь с искусством. След, который останется в душах наших детей, в их навыках, в их умениях, я думаю, что след этот будет очень большим. Мы рады сотрудничеству со Свердловским региональным отделением Союза художников России, и мы уверены, что это сотрудничество будет продолжаться. Юные художники с интересом наблюдали за новой выставкой. Многие графические приемы стали для них открытием, а некоторые ребята нашли в работах философский подтекст. Мне нравится картина «Снега войны», потому что, мне кажется, на нее можно переложить некий образ человека, так как некоторые люди, кажется, и совмещают в себе некоторую колкость, как на этих проволоках, и некую мягкость снега. Я рисую графики, я здесь видела очень много приемов, которые я могу использовать в своих работах, и сами работы очень красивые. Созерцание картин делает нас духовно богаче. Приходите, размышляйте и находите в работах художников отражение своего внутреннего мира. Ульяна Скрыгина, Дмитрий Отлов, Новоуральская обещательная компания. А далее в нашем эфире обзор спортивных событий в программе «Объективно о спорте». А далее смотрите зарисовку, посвященную 25-летию Новоуральского фонда поддержки предпринимательства. На этом информационный выпуск завершен. Я желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова